Чуть более двух недель осталось до единого дня голосования. Обеспечить всех жителей республики избирательными бюллетенями задачу печатного цеха издательско-полиграфического комплекса Чувашия. Узнать, как идет процесс, отправилась моя коллега Юлия Важенина. 160 штук в минуту с такой скоростью рождаются бюллетени для голосования. В Чебоксарах во всю идет печать этих документов. Бюллетени для выборов в Госдуму уже готовы, а бланки для голосования за кандидатов в Госсовет Чувашии пока еще печатаются. Вот так будут выглядеть бюллетени в единый день голосования. 18 сентября. Чтобы подготовить необходимое количество разных бланков, работники печатного цеха трудятся с 7 утра и до 10 часов вечера. Процесс достаточно долгий. Сначала готовится макет. С макета готовится форма для печатной машины. После этого машина отпечатывает тираж. Бюллетень должен как минимум сутки высохнуть. Специалисты занимаются выбраковкой изготовленной продукции. Потом она обрезается. Под нужный формат. И готова к передаче. Уже отпечатано более 1 миллиона 800 тысяч экземпляров. Печатная машина работает не останавливаясь. Эти бюллетени печатаются по 9 штук на одном листе. После сушки, браковки и сортировки экземпляры попадают в руки резчика. А вернее под острые ножи резальной машины. С точностью до миллиметра бюллетень приобретает необходимый вид. Каждый избиратель получит 4 вида бюллетеней. Два по федеральному и два по госсовету. Все они будут отличаться по размеру и цвету. Бюллетень по единому округу. Он чисто белый. Он печатан в одну краску. И основная степень защиты – специальная марка, которая наклеивается на избирательный бюллетень. Ну и на всех бюллетенях подписи двух членов комиссии и печатического комиссии. Бюллетень на Госдуму по одномандатному округу имеет защитную сетку зеленого цвета. Бюллетени по единому округу госсовет имеют защитную сетку голубого цвета и надпись микрошрифтом. А бюллетень по одномандатному округу госсовет имеет пурпурный цвет и надпись микрошрифтом. Если 18 сентября нет возможности прийти на свой участок, то стоит взять открепительное удостоверение. На сегодняшний момент ситуация следующая. Всего у нас получено 38 тысяч открепительных. Сейчас все эти открепительные находятся в территориальных комиссиях. Мы оставили у себя запас на всякий случай. Вот сколько выдано, начали выдавать с 3 августа. Выдаем уже получается почти месяц. На данный момент выдано 2380 открепительных удостоверений. Что составляет ровно 0,25 от общего количества избирателей Чувашской Республики. Четверть процента. Это немного. И от общего количества открепительных примерно 6%. То есть у нас еще 95% открепительных пока еще не выданы. Я думаю, что мы сумеем обеспечить открепительными удостоверениями всех желающих. То есть каждый, кто по закону имеет право на открепительное, он его получит. Председатель ЦИК Чувашии напомнил, причина получения открепительного удостоверения должна быть действительно уважительной. Кроме того, только проголосовав на своем избирательном участке, избиратель может полностью реализовать свое избирательное право. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.